Всем намасте! Здравствуйте! Я буквально сейчас практиковала небольшую речь на русском языке, чтобы вас поприветствовать. И это очень приятно на самом деле участвовать в таком курсе, в таком вебинаре, потому что есть определенные концепции в Айурведе, которые уникальны и ограничиваются только лишь Айурведой. Да, мы знаем, что когда мы говорим о нутричестве, это очень трендный темат в сегодняшнем сцене. Есть много развития, которые происходят в сфере нутричной сайта. Вы очень хорошо знаете, что когда мы говорим о диетологии, о питании, то это сейчас некий тренд. Очень много разных разработок в этой сфере происходит актуально. Что мы сегодня займемся? Сегодня мы постараемся вести, я постараюсь вести у вас курс дела об актуальных трендах диетологии, а затем их постараться объяснить с точки зрения Айурведы уже. Мы знаем, что аутентично, да? Да, с точки зрения Айурведы я лишь смогу объяснить эти концепции. Но, естественно, нутрициология не стоит на месте, она очень продвинулась в настоящее время, и мы лишь можем их вместе скомбинировать и постараться изучить. Потому что, неважно, будучи студентами или профессионалами этой области, нам всем необходимо знать и разбираться в ней. Есть такая фраза, что... Здоровье — это наше богатство. Нельзя все иметь в этом мире, к сожалению. И без здоровья в том числе. Даже если вы обретете по максимуму чего-либо из материального мира. Без здоровья это будет все лишь субпродукт, скажем так. Здоровье мы... нам оно необходимо в первую очередь. На нем необходимо сконцентрироваться, ему отдавать свой приоритет. Тогда все остальное, скажем так, подтянется, присоединится. Итак, мы можем сказать, что два важных фактора, когда мы говорим о здоровье, это food и ваша активность. В общем, мы можем сказать, что это диет и активность. Итак, каждый фактор, который относится к здоровью, это, в основном, зависит от ваша диет и активность. Мы можем сказать, что в целом диетологию, да, и наше здоровье с точки зрения диеты можно описать двумя пунктами. Это непосредственно сама пища и наша физическая активность, диетология и физическая активность. В основном, основываясь на этих двух концепциях, зависит и наше здоровье. И таким вот образом мы приближаемся к сегодняшней теме. Если следовать определению здоровья Всемирной организации здоровья ВОЗ, то здоровье это подразумевается на три как бы пункта. Хорошее физическое здоровье, ментальное и социальное. Только так определяется здоровье. То есть, не отсутствием заболевания какого-то, а вот наличием, наоборот, этих трёх пунктов. So, this is where we are going to see what Ayurveda has in hold for us. In modern nutrition, of course, they do specify certain substances that is good for serotonin, that is good for, you know, in conditions like depression. They are listed. But what happens when it becomes a recipe? What happens when you take something as a preparation? That, I think, Ayurveda can actually explain more in detail when it comes to the mental health and also the social health. Когда речь заходит о ментальном и социальном здоровье, то что нам может предложить традиционно, скажем, общепринятая медицина, западная и так далее? Естественно, существуют какие-то добавки для улучшения, для поддержания ментального и социального здоровья, серотонин для здоровья и так далее. Но что же нам может предложить Айурведа? Какие... Когда речь заходит о формулах тех или иных, о рецепте в качестве медицинского подспорья? И это было некое наше такое вступление. Касаемо меня, я доктор Суджитра, у меня есть степень айурведической фармакологии и чем я занимаюсь сейчас, это айурведическая химия. И на этом переходим к следующему слайду. Суджитра, да. Что же происходит в целом, когда мы слышим слово питание, диетология, диета? Какие питательные вещества включены в само это понятие? Это, в принципе, все известные нам углеводы, протеины, жиры и даже вода включаются в это понятие. Есть даже такой термин, правильное питание, хорошая сбалансированная диета. Что же это значит? Когда диета сбалансирована, может казаться, что, несмотря на то, что все питательные вещества присутствуют в диете, те самые перечисленные углеводы, жиры, протеины, вода, это не значит, что диета сбалансирована, она полезная. Даже при таком условии наше тело может не добирать необходимые ему элементы. Но если мы скажем, что наша пища, это то, что мы употребляем, питательно. Но вот под этой питательностью подразумевается ли что-то полезное действительно? Скажем, мы выпиваем с утра стакан молока. Мы знаем, что молоко достаточно питательное. Но эта питательность полезная ли? Итак, как вы definите хорошую пищу? И как же мы определим, что такое хорошая питательность, полезная? Это сбалансированное, когда наше тело принимает все необходимые питательные элементы вместе, скоординированы все микронутриенты, которые необходимы нашему количеству в чуть меньшем количестве, нашему организму, прошу прощения, в чуть меньшем количестве, и так называемые макронутриенты, которые необходимы в чуть большем количестве. yeah so why we are discussing about nutrition before is because you know when you say nutrition it is nothing but what your food is containing and this is going to decide whether you are going to be healthy or whether it can cause a disease because nutritional deficiencies itself they can cause a number of diseases we know vitamin deficiency sorry there is vitamin deficiency there is iron deficiency there is mineral deficiency you know potassium manganese so lots of diseases can be caused by deficiencies of the nutrients itself так почему же мы говорим о питании в первую очередь потому что вся та пища которую мы употребляем на ежедневной основе и содержит как раз таки те элементы которые либо полезны для нас либо в то же самое время могут спровоцировать то или иное заболевание мы знаем что если диета несбалансирована то есть появляется риск какого либо недостатка питательного элемента железа дефицит дефицит минералов и так далее и любой дефицит в нашем организме способен способен спровоцировать заболевания and diseases you know the food can directly cause the disease for example we have food poisoning you just go somewhere outside and then take a meal until then you are fine but then suddenly you become sick it becomes a food poisoning where the body is reacting to something that it couldn't digest or something that was consumed your body starts reacting so disease is directly caused by the food immediately or gradually говоря о заболеваниях болезни каких-то который может спровоцировать пища это также и отравление пищевое самое что на есть отравление мы куда-либо выходим все питаются бывает вне дома что-то съели нам стало плохо это не что иное как пищевое отравление то есть наш организм не может переварить эту пищу он ее отторгает таким образом наш организм способен либо сразу же да среагировать на какое-либо препятствие извиняя скажем так или постепенно yeah so some diseases will depend upon the type of food you take for example there is a disease called irritable bowel syndrome that is a digestive tract related disease so there if you are taking bland food if you take easily digestible food it will not trouble you much but once you take heavy food oily immediately the disease can aggravate so there are diseases like that that will depend upon the quality of the food некоторые заболевания зависят на самом деле напрямую от той пищи которую вы употребляете есть например такое заболевание как синдром раздраженного кишечника если человек употребляет пищу хорошо разваренную ту которую очень легко переварить то никаких проблем не будет с наличием этого синдрома если же пища стоит съесть что-то тяжелое жирное все сразу же наступает ответная реакция со стороны желудочно-кишечного тракта yeah and then there are diseases that depend upon the quantity of the food that you take for example diabetes now if you take a little quantity of a carb diet for example rice if you take in small quantities controlled quantities the disease will still be in control but when you take beyond the limit carbohydrate the disease will aggravate so quantity also plays an important role это мы говорили о качестве пищи а количество пищи точно также влияет на течение заболеваний например диабет если мы говорим о диабете сидеть с человек с диабетом небольшое количество углеводов например риса ничего страшного не случится все еще можно будет контролировать течение заболеваний если же будет съедена лимит будет превышен углеводный то естественно сразу же наступит риск ухудшения таким образом можно сделать вывод что и количество съеденной пищи также влияет на течение заболеваний so when we talk ayurveda we should always tell that when we indicate good nutrition it means it should be a balanced diet the quality should be there the quantity should be there and it should be suitable for that particular person that is what ayurveda propagates as far as nutrition is considered и что же пропагандирует скажем так к чему агитирует ayurveda в рамках диетологии в рамках питания что же значит вот это вот правильная хорошая диета это значит сбалансированная диета когда учитывается количество качество пищи а также подходит ли та или иная пища конкретному человеку как-то so now what is food we have spoken about nutrition now we should know what do we know about food so food basically is like a fuel that keeps the life force continuously inside us burning so from birth onwards until death whether it is solid or liquid the human body needs sustenance and that is obtained from food мы поговорили с вами о скажем так о диете теперь что же такое пища это также необходимо знать пища это некое топливо которое постоянно присутствует внутри нас который мы нуждаемся самого рождения и до конца своих дней ведь всю поддержку нашего организма мы получаем из еды как раз таки so normally when you see meet your friends or when we see somebody we ask them did you have your food we never ask them did you take a roti or did you take bread we do not ask like that so from the question pattern itself you can understand that food is individualized for every person you cannot say that this has to be the meal in the morning this is the meal in the afternoon or this is the meal for the dinner it is just whatever is specific for that person it can be anything vary from place to place and from home to home когда мы с кем-либо встречаемся с нашими близкими или друзьями как правило задаем вопрос ты ел сегодня мы не как бы не специфируем не акцентируем конкретно на что-то на чем-то внимание то есть мы не вопроса она достаточно такая общая мы не персонализируем а вот уже как раз таки и и и нет скажем так каких-то определенных правил потребления пищи на завтрак обед и ужин это все варьируется от человека к человеку от конкретных привычек человека зависит от того что человек конкретный момент хочет от место где он находится сейчас в общем и целом можно сказать от дома к дому привычки варьируются аэрюэ демейм анг Telesма и в общем и circkel рейдинд в общем и субтитры что он находится в том, что у нас есть и иные экземии, и иные экземии, иные экземии иные экземии и в том, что ты mentions that you have to apply your yukti means the physician has to use his intelligence and then do the inclusion and the exclusion so that is the beauty of ayurveda it is very flexible means these these are the plus points these these are the minus points so nothing is good nothing is bad how you bring them together and how you make it into a recipe is what that matters so that is left to the intelligence of the physician в чем же уникальность здесь состоит ayurveda в том что в классических текстах детально расписан каждый ингредиент и на каждый ингредиент естественно имеются свои исключения также ачария добавляет что всякий раз когда речь заходит о еде необходимо использовать yukti или врачу необходимо использовать свой интеллект при выборе той или иной схемы питания что-то включать что-то исключать в этом и уникальность что нет какой-то определенной модели уникальной то есть всегда все может варьироваться нет ничего строго хорошего ли строго плохого каждый рецепт человек может разнообразить под себя может играться условно говоря с набором продуктов все на усмотрение терапевта врача неизвестен бюстер и вы На данном слайде предоставлена информация о том, что же сейчас происходит в, скажем так, пищевой промышленности. А пищевая промышленность, между прочим, пережила огромный рост за последние десятилетия, и на рынке появилось огромное количество разной новой, в том числе продукции. И как раз таки пищевая промышленность оказывает огромное колоссальное влияние на наши предпочтения, на выбор продуктов, что следует включить, что мы можем купить, что следует исключить из нашего рациона, все плюсы и минусы. So now for here, the best example that we can say is breast milk. You know, there was a time when for a newborn baby, breast milk was considered as the ultimate food, the most nutritious and the most healthy food that a newborn could feed. But now we have so many options. We have baby formula, we have supplements are available, drops are available. You know, I should say maybe they are more nutritious than the mother's milk itself. So we can see the change in the trend. So breast milk is not, you know, highly prioritized. Now there are so many alternatives in case you don't want to breastfeed or if the mother has got any health issues, then there are always lots of alternatives available, which was not there earlier. И самый такой распространенный или емкий пример того, что очень много новых продуктов, всего нового появляется в пищевой промышленности, это грудное молоко. Вы знаете, что раньше считалось, что это единственная опция для новорожденного, грудное материнское молоко, поскольку оно считалось наиболее питательным, наиболее здоровым. И не было никаких других, наиболее полезным, прошу прощения, не было никаких других опций. Сейчас же, к счастью, на рынке их появилось огромное количество, есть и какие-то пищевые добавки, в форме пищевых добавок, в форме капель, в форме порошка и так далее. И вы знаете, возможно, они даже более питательны, чем материнское молоко. И вот такие изменения в тренде появления новых альтернатив сейчас претерпевает наша пищевая промышленность. Возможно, у матери новорожденного есть какие-то проблемы со здоровьем, то есть есть противопоказания к скармливанию, или она просто не хочет. Причин может быть много, и благо на все эти причины нашлись современные альтернативы. На particular food stuff. So that is the basic thing that we should keep in mind when we are using all the other alternative food products. Нет ничего предусудительного в некой адаптации к всему современному, к новым наукам. На дворе 21 век, и, естественно, мы тоже должны подстраиваться как-то под все новое. Но при этом всегда необходимо просто быть на чеку с теми продуктами новыми, которые появляются на рынке, которые мы включаем в свой рацион. Проводить некие, возможно, краш-тесты, например, или просто необходимо знать, понимать точно, как они будут влиять на нас, на наших родных и близких. Вот это самое главное, о чем необходимо заботиться, о чем необходимо побеспокоиться, прежде чем переходить к чему-то новому. So the most unfortunate part when all these products, they are made available in the market is that they are not backed by scientific researchers. They are not backed by proof, because we do not know whether this thing that we are going to be consuming is actually healthy as it has been publicized, or does it have any side effects? A trend is happening. One example I can give you is, I remember a time when coconut oil, it was high to actually cause heart problems. So it was a terror and there was a panic amongst the public, and then everybody stopped using coconut oil. But after a few years, the whole thing got reversed. And then the fact stated was that this virgin coconut oil is actually very good for your heart. So what are we doing? Because there is no solid scientific research available, we are moving in the direction that we are shown. That should not happen. We should do our own analysis. Well, unfortunately, in which the problem is now, is that all new products on the market, unfortunately, very often have a strong scientific base. There are no evidence that they are not harmful, that they are not harmful, that there are no effects on them. So we absolutely don't know, can they use it or not. I will tell you one example of a very popular product. It's a coconut oil. A few years ago, it was considered, that coconut oil can cause blood pressure to cause heart problems. It was a panic. People were massively athletes from consuming coconut oil. And literally, over a few years, it was proven that it was entirely true. И теперь считается, что кокосовое масло холодного отжима очень даже полезно для сердечной системы. Таким образом, получается, что серьезной, солидной базы научной у нас нет под рукой. Зачастую мы не знаем конкретную информацию о тех или иных продуктах, но при этом мы все равно их употребляем, а порой просто путаница наступает. Такого быть не должно, мы постоянно должны анализировать то, что мы употребляем. Веганism. Веганism means you are completely a veggie, no milk, no milk products. So we have this trend where we say that we are vegans. So it is not wrong. I'm not telling that any system or any protocol followed is wrong, but I'm telling that there are always disadvantages when you stick to a particular process of eating. So in veganism, we can say that normally the protein deficiency will come because you are not taking any milk or milk products. You are always at a risk of having a deficiency of protein, iron and vitamin B12. А также новые тренды, различные новые тренды. Диет, например, веганизм. Такой вот пример, когда люди не употребляют ни молока, никаких либо молочных продуктов. Я не могу сказать сейчас сразу же так, что это неправильно, так не следует делать и так далее. Но просто стоит отметить, что свои какие-то отрицательные стороны такая диета имеет. Веганизм всегда будет сопровождаться дефицитом протеина, железа и витамина B12 из-за отсутствия молока и молочных продуктов в рационе. Да. И тогда есть определенная тренд, который называется carnivorism, which means all meat diet. Они не покупают ни хронов продукты. So what happens to the carbohydrate supply? You know, your body is getting, we know meat is got plenty of proteins in it. There is fat also. So what about the carbohydrate supply for the body? How do you get energy? That is the question when you follow a carnivorism type of diet. Then there is low-carb diets, you know, because now this weight, obesity, overweight, all these are a big concern for the present generation. Now people try to follow a low-carb diet, because carbohydrates always have a tendency to increase your weight. But when you follow a low-carb diet, the common things that you can feel are, you will have constipation problems, you can have fatigue. So there are a lot of associated symptoms that can come when you start reducing your carbohydrate intake. Еще одно современное такое направление, это низкоуглеводные диеты, поскольку в наше время люди очень озабочены проблемой веса, ожирения. И поэтому стараются следовать такими низкоуглеводным диетам, и считается, что именно углеводы могут повысить вес. Но здесь тоже есть определенные негативные последствия. Это запор, это вялость бесконечная. Вот какие симптомы наблюдаются у людей, которые следуют низкоуглеводным диетам. Then there is a ketogenic diet, which means that your carbohydrate has to be low and your fat content will be high. So here what happens is that when your fat increases, you know, there is always saturated fats and unsaturated fats. So these unsaturated fats are actually not a problem. But these saturated fats, you know, as they accumulate inside the body, it can cause a lot of health problems for you. Кето-диета – тоже очень прославленная диета в наши дни. На кето-диете люди снижают потребление углеводов и увеличивают потребление жиров. Но что происходит, когда увеличивают потребление жиров? Есть так называемые насыщенные и ненасыщенные. Жиры с ненасыщенными нет никаких проблем, а вот с насыщенными жирами, когда они накапливаются в большом количестве в организме, они могут также провоцировать разное количество проблем со здоровьем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Then we have got different types of fasting. Like there is alternate day fasting, where one day you eat, the next day you fast. Again, you eat the whole day regular meals and then you fast. So that is one type of fasting. Then there is a whole day fasting, where, you know, for days together, you do fasting. You are not taking anything at all. Only liquid supplements you are taking. Также есть сейчас разные типы голодания. Есть голодание попеременное. То есть один день вы полностью голодаете, другой день вы принимаете пищу. Есть полное голодание. Например, вы четыре дня подряд не принимаете ничего твёрдого, только пьёте что-то, только жидкость. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Yeah, then there is, you know, a window period keeping which they do the fasting. A six-hour window period fasting. There is a 12-hour window period fasting. Then I told there is a whole day fasting. So like this, different types of trends are happening as far as food and nutrition is concerned in the modern era. Now, following this is not wrong, but it should be an advice taken from a professional. Now, we have dietitians and we have nutritionists. So if they are prescribing, they analyze you and then they give you a prescription to follow this diet, then it's fine. But what we find everybody doing is, you know, the details are available online, they read it and then they think, okay, this is best suited for me. And then they start doing it, which is actually harmful for them. Also, there is now intervalное голодание, which is very popular, when there are определенные окна, in which you can eat. То есть, 6-часовое окно бывает, 12-часовое окно. In the rest of the day, in the morning, in the morning, не принимается вообще ничего. Таким образом, вот различные тренды в современной, в современном мире, да, когда речь заходит о диете, о, в принципе, питании. Я бы не сказала, что с этим есть какие-то проблемы, что это неправильно в корне, неверно. Но все-таки есть специалисты, диетологи, нутрициологи, которым следует обратиться, прежде чем приступать к следованию тех или иных диет. Они уже на основании анализа вашего организма могут вам предписать, да, ту или иную диету. Тогда нет никаких проблем. Вы можете следовать им. Но сейчас же, как принято, что-то прочитать онлайн, есть очень много информации в доступе. Прочитали, подумали, о, да, вот это вот мне подходит как раз-таки. И начали следовать той или иной диете. Такое отношение к питанию может быть, наоборот, вредно. Такое отношение к питанию. Сейчас можно наблюдать такую практику в различных клиниках, медицинских учреждениях. Доктора и нутрициологи работают вместе рука об руку. Доктор занимается исследованиями, анализами нашего организма. И нутрициологи всегда в поле зрения. Они также ведут пациента, общаются с ним. И уже на основании выводов врача как раз-таки подбирают необходимую диету. Таким образом, когда идет такая слаженная работа врачей и нутрициологов, тогда это большой плюс для пациента. И JOHN. Вася? Вася? patient. Вася? Вася? В нашей аюрведической практике, в аюрведических учреждениях точно так же с нами всегда работает диетолог, он проводит свои собственные анализы, исследования и назначает ту или иную диету. А мы уже с точки зрения аюрведы советуем, да, это подходит, нет, это не подходит. Все на основании, опять-таки, организма человека. И в конце концов мы приходим к какому-то общему выводу, составление пищевого плана условно для пациента. So, one example for this is, at certain points, what modern nutrition suggests, ayurveda cannot accept. So, for example, mushroom, if you see, it is actually very nutritious. It has got a very high protein content. And I think it is one of the favorite dishes of people all over the world. But, you know, according to Ayurveda, it says that it aggravates all the three doshas, and not only for a deceased person, but it is not advocated even for a healthy person to be consumed on a regular basis. It can cause aggravation of all the three doshas. Например, один из самых популярных примеров, например, прошу прощения за тавтологию, то, что в современной медицине, в современной нутрициологии западной, да, скажем так, предписывается, не всегда приемлемо с точки зрения аюрведы. Аюрведы. Грибы. Очень распространенный, мы знаем, продукт, любим многими, богат протеином, но с точки зрения аюрведы он раздражает, оказывает негативное влияние на все три доши. И не то, что для нездорового человека противопоказан, но и на здорового человека может оказывать негативное влияние, если употребляется на регулярной основе. Yeah, so like I told, there are always exceptions. Now, just because mushroom is bad, as because it increases the three doshas, it does not mean that you should never consume mushroom. So how do you make it suitable for your health? By the process of combination, you are going to mix it with other ingredients. So those will be actually the topics and recipes that we are going to be discussing in the next classes. How do you make a particular ingredient that is not so good to your health, a good one or a good nutritious food by the process of combination and cooking? That will be how Ayurveda propagates you can use this particular substance. Как уже было сказано, всегда есть свои исключения. И вот на примере грибов мы в этом убедились. Но это не значит, что теперь все никогда в своей жизни вы не можете есть, употреблять грибы. Можно ведь смешивая грибы с другими какими-то полезными ингредиентами, сделать их полезными для вас. Именно этим мы и будем заниматься на нашем предстоящем курсе. Мы будем рассматривать разные продукты, которые не столь полезные, и разбираться, как же путем смешивания их с другими ингредиентами, путем приготовления этого продукта, сделать их полезными для вас. Вот чем как раз-таки Ayurveda и занимается. Yeah, because by logic or by common sense, if Acharya didn't want us to consume mushroom at all, there was no need to explain the properties of mushroom in the textbook. So from that itself, we can understand that the properties are mentioned, but how you use it will depend upon our intelligence, how you put it to application. Таким образом можно сделать логический вывод, что если Acharya не советовали нам употреблять грибы, соответственно, и их качества не упоминаются в текстах. Но даже несмотря на то, что если какие-то качества других продуктов, например, упоминаются в текстах, нам все равно необходимо знать, как же их использовать для себя, чтобы сделать их полезными. Yeah, so why I explained these points was that because we need to know the modern also and where Ayurveda stands also, if we want to understand the concept of food and nutrition in Ayurveda. Почему я это все объясняла, потому что нам необходимо знать, какой точки зрения, каких трендов придерживается современная медицина, а каких придерживается Ayurveda в концепции диетологии, питания и, в принципе, продуктов. So here you can see, we are going now into Ayurveda alone. So far we were discussing about the modern aspects also. So here in this slide you can see the first part that we are talking about, that is important for us, is the food. It is called as Ahara. Yeah. До этого мы обсуждали, сравнивали разные современные точки зрения, аюрведические, и теперь же мы переходим лишь конкретно к аюрведическим знаниям. И первая часть, которую нам важно усвоить, это пища, которая на санскрите звучит как Ахара. Yeah, so here you can see, I have written here in small words, Ахара means, it is the Sanskrit term for food, and it is свастхитам. So whenever you are speaking generally about food, we are visualizing a healthy person. So even when I am going to be talking about concepts of diet in Ayurveda, our basic target is for a healthy person. Because once you get a disease, how we perceive is going to be completely different. Then our line of moving will also be different. So Ахара means, it is basically meant for a swasta, and it should be targeting the swasta. Swasta means health. И на слайде я схематично все вот как бы описала, подписала. Пища, мы уже сказали, это Ахара. В общем и целом, когда мы говорим о пище в Айурведе, мы себе сразу же представляем здорового человека, который способен эту пищу усвоить. О заболеваниях мы, о больном каком-то человеке, да, с какими-то определенными проблемами со здоровьем мы не говорим, потому что здесь будет уже совершенно другая модель описания, другая модель потребления пищи. Таким образом, Ахара, то есть еда, в основном предназначена для здорового человека, то есть свастха хитам, свастха это здоровье. И когда мы говорим о еде, то подразумевается питание нашей жизни, здесь не описывается ничего болезнетворного. Мы просыпаемся, мы съедаем что-то, мы чувствуем прилив сразу энергии и сил. Ни о каком дискомфорте, ни о каких неприятных ощущениях речи и быть не может. Таким образом, здесь есть две части, которые я написал, что я написал. Здесь, always, the food should be like our medicine. Мы должны не reach the stage where the medicine becomes the food. So, that becomes a diseased condition. You know, you might have seen, like there are people who will have to carry lots of medicines with them. It is almost equal to the quantity of food that that many medicines they will be taking. So, that should not be the condition. We should target food to also function as a medicine. So, the term that is used now for this is, it is called as a functional food. You know, as far as nutrition and diet is concerned, there are lots of new terms that are coming. So, any food that gives you, you know, the nutrition and it also functions like a therapeutic benefit, they are called as functional foods. Да, и здесь схематично я изобразила, что пища бывает, как бы, рассматриваем пищу с точки зрения двух аспектов. Пища – это лекарство и лекарство в качестве пищи вверху. Вот нам подходит всегда нижний аспект. Это пища как лекарство вступает. А вот верхний в корне для нас неверный. Мы часто могли наблюдать, как люди с собой всегда носят огромную аптечку, у них там очень много лекарств, даже больше, чем... Нельзя сравнить даже с тем количеством пищи, которую они съедают. Лекарств больше. Это нам не подходит. Мы всегда должны следовать вот нижнему утверждению пищи как лекарство. Сейчас в современном мире есть такой термин – это функциональная пища. Это та, которая обеспечивает нас всеми питательными веществами, та, которая носит условно-лекарственный, терапевтический характер. То есть, у нас есть много лекарств, где вы питательные веществы, что вы питательные веществ, это вызывает лекарство для вашего лекарства. Вы знаете, лекарства как индигетия. Вы имеете в том, что у питательные вещества, когда вы делаете изменения в вашем лекарстве, на следующем 2-3 месяце, или даже на следующем 2-3 месяце, то проблема resolves на своем. Потому что в его лекарстве, это блестит с пытаться и рецепт-бак, и рецепт-бак, и у него больше всего. Вы только нужно поддержать его лекарства. Вы только нужно поддержать его лекарства. В этом случае, когда он высшит его лекарства, то есть, вы должны optать для лекарства. So for this one example, the best example that we all know is diabetes and even cholesterol, you know, just by making changes in your diet and activity to a great extent, you can actually bring down these conditions. Diabetes is mainly dependent upon the food that you take. So just taking medicine, but not making any adjustments in your diet that will not help you to control the disease. So there are lots of diseases, where your food itself can become a medicine for your condition. Сейчас очень много заболеваний, которые можно контролировать, течения которых можно контролировать, лишь скоординировав свои пищевые привычки. То же несварение, которое наблюдается очень часто, лишь скорректировав немного свою диету на следующие 2-3 приема или, возможно, на следующие 2-3 дня, тем самым уже можно разрешить проблемы. Поэтому наше тело, можно сказать, наш организм наделен этой замечательной способностью к восстановлению само по себе, ему лишь иногда необходима наша поддержка. Вы знаете, что диабет и даже холестерин в крови также можно скорректировать при помощи питания и образа жизни. Уже через корректировку питания, поскольку диабет в принципе в основном зависит от той пищи, которую человек принимает, уже можно снизить его проявление. Если человек будет принимать только лишь одни лекарства, не корректируя при этом свое питание, образ жизни, то улучшение не наступит. Да, 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 да. И теперь лекарства. На санскрите лекарство звучит как аушатха и главная цель любого лекарства это доша шамана, то есть сбалансирование дош. Мы знаем, что любое заболевание провоцируется нарушением, раздражением дош. И при помощи лекарства, при помощи аушатха нам необходимо их привести в баланс, а следовательно и нормализовать функции нашего организма. Да. И я еще добавила один пункт здесь. Это яд или виша на санскрите. Почему? Потому что, как мы и обсуждали ранее, сейчас очень много новых трендов пищевых, очень много диет. И если мы безразборно следуем им, мы можем спровоцировать отравление организма или виша. Без какого-то экспертного мнения, без подкрепленного базиса, мы можем навредить нашему организму, подорвать функции нашего организма. И, соответственно, это все может быть очень травматично для, в целом, далее, на перспективу. Да. Медицин, если вы видите Аушата, мы знаем, что это может быть ласшивым, это может быть ласшивую, подорваться. Но, когда, когда что-то происходит, что, то есть, что если виша о животе, то есть, если у вас есть виша на его организме, как вы принимаете, вирус-визиции, вирусах, они могут вызвати какие-то медики. They may give some psychiatric medications. Now, these medicines are very, very effective. They have got a very high therapeutic component. But what happens is that it develops lots of side effects. It has a sedative effect. You know, it can cause, disrupt your functionality. You know, most of the time you are sleeping, then there is obesity. So here, the medicine is also becoming like a visha to your body. Your normal functions are not happening. The disease is under control, but still your normal functions are all affected. So that also can be told that it is like a visha to your body. And on the slide you see, that the medicine can be represented on two categories. Those who are able to maintain life and on those who are able to maintain life. And on those who are able to maintain life and on those who are able to maintain life. And what does this mean by powerful and intensive drugs? It is that sometimes the medicine can act like a visha for our body. Например, в глубокой депрессии человек обращается за медицинской помощью. И ему прописывают очень серьезные, сильные какие-то психические компоненты. которые имеют очень много побочных эффектов. Это и слишком сильная седация, вы постоянно чувствуете сонливость, человек набирает вес, ожирение. Таким образом, лекарство действует как вишен на наш организм. То есть, в целом, заболевание под контролем держится, но функции-то организма при этом подрываются. So, what we should understand is that, as far as Ayurveda is concerned, nutrition means we are targeting both the body as well as the mind. Ахария gives one example that the human body and the mind, they are like a mud pot and ghee. Now, you heat the ghee well and then pour it into the mud pot. The mud pot also becomes hot. In a similar manner, if you heat the mud pot and then pour the ghee into it, the ghee also becomes hot. So, that is the intense relationship between the mind and the body. So, Ayurvedic nutrition means we have to nourish both the body as well as the mind. So, Dr. Sugitra, could you please repeat, the mud pot is our body, right? And ghee is like mind. Yes, yes. It is an example stated in the classical textbook. And, with regard to Ayurveda, питание оказывает эффект как на наш организм, так и на наш разум. Очень интересный пример, приводится в классическом тексте. Ахария приводит пример, что наше тело и разум – это как глиняный сосуд и ги. Когда мы приготовили теплый ги и наполняем им глиняный сосуд, это все равно, что взаимодействие разума и тела. То есть, глиняный сосуд также начинает нагреваться. So, body, the health is controlled by the three doshas, that is vada, pitta and kapha. And then, the mind, we have got three gunas. That is how we express ourselves. We can be sattva, we can be regis or we can be tamas. So, these are all intensely connected to one another. So, the doshas are also in control of the three gunas. Because vada has got control over the mind. How your thoughts move, your emotions, they are all under the control of vada. So, that is how the three doshas and the three gunas, they are balancing the health of the body and the mind. Да, и мы знаем, что здоровое состояние нашего организма поддерживается тремя дoshами, характеризуется тремя дoshами – vada, pitta, kapha, а состояние нашего разума – тремя гунами – sattva, rajas, tamas. И они очень тесно связаны, потому что, например, vada, dosha имеет очень сильное влияние над нашим разумом, все наши мысли, все наши какие-то переживания и так далее контролируются vada, dosha. Таким образом, как можно сбалансировать здоровье – это привести к балансу наше тело и разум. So, even like I told the example of the mudpot and ghee, you can just see if we just have a headache, you know, it's just a simple condition, we can even get a stress headache, but then your functionality gets affected, you know, you are not your whole self. Just a small illness physically, it is also causing an irritation to you at the mental level. In a similar manner, if you have a mental sickness, let us take depression. It is a very common condition that is seen nowadays. So, in depression, it is actually a thought process. There is an emotion involved and then the person is thinking that his life is pointless, his life is waste. So, that is actually a mental illness. But what happens is that it becomes a behavior physically. They are not socially active. They would like to keep a loop and then their functionality is affected. So, you can see this balance, you know, the physical and the mental. They are always affecting each other equally. And then, you know, when you have a heart and then you can see the heart of your body... It may be a bad desire, a strong, intense heart that leads to a lot of discomfort, И до того функциональность организма страдает, нормальное функционирование организма страдает, что человек уже перестает чувствовать себя самим собой. То есть вы видите, как маленькое, небольшое отклонение в здоровом, нормальном функционировании может повлиять на ментальное состояние человека. И точно так же наоборот, возьмем какое-нибудь психическое заболевание, отклонение, очень распространенное, это все-таки депрессия сейчас. Депрессия – это проблема мышления. Человек начинает без конца крутить одну и ту же мысль в голове, что моя жизнь не имеет никакого смысла, моя жизнь – это просто ничто. И от таких мыслей, от таких ментальных процессов, естественно, меняется и поведение человека. Человек предпочитает быть всегда наедине с самим собой, он перестает быть социальным. Отсюда и начинают развиваться какие-то физиологические отклонения. Вот мы проследили эту цепочку, как все взаимосвязано в организме. Вы можете задаться вопросом, например, как раджесичная пища может повлиять на состояние моего здоровья. Ну вот, к примеру, острая какая-то пища в большом количестве, она может привести уже к определенным отклонениям. Раджесичная пища, как правило, увеличивает питту. Таким образом, непрямое влияние наших каких-то привычек происходит на доши, на состояние доши, которые в свою очередь уже создают проблему в организме здоровья. Редактор субтитров. Субтитров А.Семки, субтитров. So, here you can see, I have just shown you the tabular column. How Ayurveda has extensively classified the food items. So, they were basically classified into two. That is, with the liquid food and then there is the solid food. The liquid food is called as dravadрабhya. И на данном слайде, вот справа большая такая табличка, там очень четко, очень детально расписана классификация, аэробидическая классификация всех видов пищи. Но в целом они делятся на две группы. Это жидкая пища, драва дравья и твердая анна дравья. Аэробидическая классификация всех видов пищи. Да, жидкая пища. Мы смотрим вот слева, например, водные источники. В классических текстах Аюрведы описываются все качества воды из разных источников природных, будь то озеро, какое-то течение или горная вода. У всех источников есть разные свои качества, разные свойства. И все эти аспекты очень детально описываются в классических текстах. Далее, например, молоко. Существует восемь разновидностей молока от восьми разных животных и точно так же детально они все описываются в текстах. Вы видите, что весь пищевой спектр, доступный в мире, в принципе, да, описывается детально в классических аюрведических текстах. Да, да. Да, да. Да, да. Интересная вещь. Вот в жидкой пище последний пункт алкоголь. Есть разные виды алкоголя, которые описаны в текстах, из фруктов, из винограда, из цветков различных. И качество описывается этого алкоголя, аюрведа никогда не выступает против алкоголя. С одной лишь пометкой, что есть терапевтические способы ферментирования алкоголя, когда он становится как раз-таки лекарственным средством для человека. Описывается все, как применять такой терапевтический состав, в каких дозах, это вот самое важное. Но есть непосредственно главы, в которых Ачария говорит же, что алкоголь мадья способен разрушить наш организм, способен разрушить отжас. И вот в этом и заключается прелесть аюрведы, что с разных точек зрения, с разных подходов к тому или иному веществу описываются. И точно так же в твердой пище вы видите, что твердая пища, покрывает разные сферы, здесь упомянуты и крупы, и бобовы, и разные способы приготовления пищи, и овощи, фрукты, специи, пряности, какие-то кухонные травы, растения. Все фармакологические, прошу прощения, свойства их мы будем разбирать детально на курсе. В общем, в следующем видео вы видите, я просто покажу, что вы понимаете, что все репутаты в которых все сухие. Вы видите, что вы можете видеть разные пищи в воду, вы можете видеть животные, вы можете видеть животные, которые вы получите из этих животных, которые вы получаете их, что они будут на их property. И на следующих четырех слайдах Я изобразила схематично разные картинки, добавила, на которых перечислены разные виды источники пищевые, скажем так, водные, животные, то есть вот вторая картинка, это все виды мяса, молоко и молочные продукты, зерновые, птицы, а также имеет значение земля, то есть разные животные, разная среда обитания, естественно, и качества, свойства пищи тоже разные. Вот так все фармакологические свойства, качества любого вещества описываются в классических аэровидических текстах. Здесь точно так же мы можем видеть разных животных, которые живут в лесах, либо в воде. Единственное, что могут смущать санскритские термины, то есть те термины, которые изначально употреблялись в текстах, сейчас, в настоящее время мы не всегда знаем, правильно ли, те ли животные конкретно имелись в виду, тем не менее мы довольствуемся и мы рады тому, что имеем, что нам перешло. На данном слайде, это же самое. Я просто put images, you know, some groups of drugs have been explained. You must have heard Trifala, Trikadu, Dashamula is quite known, world over. So, combinations of drugs. When these many drugs are coming together, then what would be their property? So, like that also, lots of information are available for us from these textbooks. На данном слайде разные группы лекарств представлены. Вы, возможно, слышали о таких знаменитых, как Trifala, Trikatu, Dashamula. Их качества описываются, что происходит, да, какой эффект оказывается, когда они комбинируются. И one thing, one interesting thing that we should know as we are discussing Ayurveda is, Levana, that is salt, has been placed in the Aushada category. It is not mentioned as an Ahara. This is very interesting, right? И вот что интересно, за что может зацепиться глаз, что в Айурведе лавана или соль считается как аушатха, а не ахара. Интересно, не правда ли? Ведь мы соль используем на ежедневной основе практически каждый день, практически всегда на каждом столе, в каждом приёме пищи присутствует соль. Но при этом Ачария классифицирует соль как аушатха, а не ахара. Академия, да, на противоположен. Просто не основу 하기 для лавана, мы не принимаем из 3 meals. Поэтому рис, вы можете принимать, вы можете принимать фрумы, вы можете взять вестрой, вы можете получить продукты, это может быть вашего. Но лавана, если вы используйте это как слив, это может не получиться слив. Академия, да, не так. Ахария положит это как аушатха. So even the categorization and the placing of the ingredients under each title, it has been done so very accurately and beautifully. Соль же нет, несмотря на то, что соль это ингредиент, но не самостоятельный продукт, не самостоятельное блюдо, скорее это слово будет лучше подходить, в этом и заключается причина, почему ее классифицируют как аушатха. Вы видите, что даже категоризация настолько четкая, настолько аккуратная и интересная и прекрасная в классических текстах. Лавана или соль можно назвать на лавана. Лавана или соль можно назвать на лавана. Лавана или соль можно назвать функциональной пищей, она оказывает терапевтический эффект на организм. Вы, возможно, видели не раз, что лавану можно использовать как потали. Мы берем горячую соль, примерно 100-150 грамм, заворачиваем ее в ткань, в тряпочку, да, и скручиваем такой потали, которым воздействуем на тело. И такое воздействие помогает облегчить боль. So these are the three basic principles that Ayurveda proposes as far as nutrition is concerned. The first is it should be Manasaka Priyam. That is, when you say food, the first thing that we expect is the taste. И на данном слайде описываются три основных принципа полноценного рациона. Когда мы говорим о пище, первое, что приходит на ум, еда должна быть вкусной. Какая бы она ни была питательной, какие бы полезные эффекты ни оказывала наш организм, нам это неинтересно. В первую очередь мы ожидаем что-то, что будет вкусно, что будет нам нравиться. It should be a balanced diet. Мы говорим о good nutrition, having a balanced diet. So, what Ayurveda says is, So, take a meal that has got all the six rasas in it. So, when you have all the six rasas, It is understood that you are getting your carbohydrate, protein, fat and all the nutrients. So, the next principle is, It should be patya. That is, it should be a balanced, nutritious diet. Следующее, что нас интересует, это то, что рацион должен быть питательным, патхем. Говорится, что нам необходима сбалансированная диета, то есть под ахахитом. Также в Ayurveda есть фраза, которая дословно переводится как Употребляйте ту пищу, которая содержит в себе все шесть раса. То есть все питательные вещества в ней присутствуют. Все то, что необходимо для нашего здоровья. Питательность, патхем. And the next principle is, It should be satmium. That is, it should be in a condition that your body can assimilate. Ultimately, what you desire from your food is, You need the energy. The metabolism has to be complete. Then the tissue transformation has to be complete. And your body cells should be revitalized, energetic. So, the next principle is, Whatever you are taking, It should be assimilable. It should be in a condition that it can be completely digested. And then complete metabolism takes place. So, the acne is considered. And then guru or lagu. It depends. Now, if you are in a cold place, Always a guru ahara is preferred, Because your acne will be very strong. If you are in a hot place, The lagu ahara is preferred, Because your acne will be generally weak. So, taking this into consideration, This atmium is the third principle. And the third principle. Каким должен быть рацион? Он должен быть легко усваиваемым. Сатмия. Наш организм должен быть способен усвоить, Переварить пищу. Метаболизм должен работать в своем наилучшем проявлении, Напитывать ткани. Трансформация тканей должна происходить на должном уровне. Клетки должны ревитализироваться. Здесь также, естественно, подразумевается концепция агни и сила агни. И уже на основании состояния агни делается вывод о пище, Которая следует употреблять, Будь то guru ahara или laghu ahara. Guru ahara советуют для холодного обитания, Холодного проживания, там, где холодно, Поскольку считается, что в таких местах агни сильнее. Laghu пища для теплых мест, Поскольку там агни слабее. Вот что подразумевается под сатмем, То есть легко усваиваемой пищей, Легко усваиваемым рационом. На этом слайде я бы просто хотела привести в пример Некоторые аюрведические книги по пище, питанию, Натрициологии и книги рецептов. И это достаточно известные книги, широко распространенные. Следует отметить, что некоторые рецепты, Которые я буду приводить, О которых я буду рассказывать на нашем курсе, Я брала именно из этих книг. И на данном слайде, Также концепция того, В принципе, мы ее уже частично обсудили, Что любая пища должна быть хитом, То есть полезной для нас, А также прием. Та пища, которая приносит нам удовольствие, Удовлетворение, которая нам нравится. Что же необходимо для сбалансированной диеты? Мы тоже частично это обсудили. Качество и количество имеет огромное влияние, А также время. Необходимо четкое и правильное время приема пищи. Вот три основы, три столпа, Которые необходимо учитывать при планировании вашей диеты. Касаемо времени приема пищи и количество приема пищи, Мы это все будем детально обсуждать на нашем курсе. Будут занятия, конкретно посвященные Времени приема пищи, А также граммовке. These are the eight factors that is required for a balanced diet. We can see the nutritional profile, like we discussed earlier, then the combination, how the ingredients are coming together. Then we have the samskara, which means how you are processing your food, the way of cooking. Then we have the matra or the quantity. Then we have the place. Like I told you, your akni will vary depending upon the place where you are located. So the place is very important. Then there is the time when you take the food. Then there is the individual himself because he can be a vada constitution. He can be a titta constitution. So that is also very important. And then the rules of eating. So they are very in-depth topics. Here I have just stated the points. Then there is a process. Варьироваться, естественно, факторы и в целом правила питания. This is a published article about how this particular recipe had an effect on the cancer. This is a published article about how this particular recipe had an effect. This is a published article about how this recipe had an effect on the cancer. So, this is another example. This is actually a buttermilk preparation. The recipe predominantly contains elephant food yam and curds. So, this has been found that the curd is actually helping the iron content present in yam to be absorbed into the body. So, like this, any recipe you take and you do a detailed study, we can find that they were brought together for a particular reason. And another recipe. This is a recipe. This 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 recipe. В принципе, любые рецепты, знания комбинирования продуктов, ингредиентов очень важны. Важно знать, какие ингредиенты выбрать, как их правильно приготовить. Какой-то один неполезный ингредиент можно превратить в полезный с соответствующей, подходящей дополнительной дравью. То есть, что-то берем сильно ушно, добавляем шито, тем самым балансируем рецепт, чтобы он стал питательным, стал патьем, асатмием для нашего организма. Я думаю, что с этим я закончила. Алханда, я думаю, что мы немного без времени, да? Да, просто. Это нормально. Если есть вопросы, мы можем принимать какие-то вопросы. Да, есть, что там. Окей. Что, вот про Anth활ю, когда мы говорили о «Коконат-Ойл»? Вы же вспомните проблемы с «Коконат-Ойл»? Есть ли проблемы с «Полмы»? Аханда, какие проблемы с «Полмы»? We don't see it much in use here in India, I do not know about what is happening abroad, but we can refer the properties and then analyze it, whether it can be. Generally, when you say any oil, it would be Vada Hara in nature, but we have to see whether it has got an Abishyandi property, that is whether it will cause any blockage to the Srodhasis. That has to be changed, but I think we should take the reference verse and then check it out. It is not used in India, we don't use it here for cooking. What about the question about palm oil, the doctor says that palm oil, we call it Nikandu, it is a special lexicon of medical terms. We don't use it in India, here it is not spread. What can we do? We don't use it as a result of this as well, so it is written in text, so it can be opened and looked. When we consider it as a result of this, it is Vada Hara, it needs to look, if it causes a product of the油. То есть, если все это исследовать, проанализировать, тогда можно прийти к какому-либо выводу. What does Ayurveda say about soya oil? Soya oil, actually, we don't know exactly what is the Sanskrit term for that, because this discussion has happened before also. Now everybody likes soya, and this is being used by a lot of people. But we are not able to exactly correlate it with any particular Sanskrit term. So that is a problem. По поводу соевого масла, что говорит Ayurveda, информации крайне мало. Хочется понять, согревающее оно или охлаждающее. Проблема в том, отвечает доктор, что мы не знаем конкретного санскритского термина, который подходит, который бы коррелировал с соевым маслом. Да, мы знаем, что сейчас очень много людей используют сою, любят сою, но мы не можем определить вот эту вот связь между конкретно соевым маслом, современным названием и санскритским термином. Доктор Суджитра, когда мы делали примеры с диабетом, which типы вы имеете в виду? Диабетом, что типы вы имеете в виду? Диабетом? Диабетом. Диабетом. Что типы вы имеете в виду? Да, да, да. О, ну, sorry. When you were making examples of diabetes, which type you meant? Диабетом, actually, now they are proposing a low-carb and high-fat type of diet, but I would suggest that you can, you know, follow your regular meals, just reduce the quantity of carb and balance more with fruits and vegetables. Because even fat or even whether it is protein, it can cause harm to you. So reduce your carb because sugar is the main problem here and then make up for your meal with fruits and vegetables. We are speaking about diabetes mellitus, right? Yes, diabetes, diabetes, yeah. Да, да, да. Вот по поводу вопроса о диабете, мы говорим о диабете второго типа, сахарном диабете. Доктор упомянул, опять-таки, диета, которая рекомендуется для данного типа диабета. Это снизить количество углеводов в своем рационе, в принципе, следовать своей привычной диете, просто насытить ее фруктами, овощами как можно больше. I had gestational diabetes, that is, diabetes during pregnancy, you know, some ladies, they get it. In my family, my parents were all diabetic, so I got gestational diabetes, but just with the diet and activity, I could actually become normal. My gestational diabetes was a little complicated and doctor had predicted that, my doctor consultant, he had predicted that I may become a diabetic for life. actually, the gestational diabetes is supposed to become normal. It will resolve after the delivery is over, but in my case, it did not resolve. So, they said to me that I would have to take medicines, you know, starting diabetic medications at 31, it is not that good for your health in the long run. so just with the diet and activity, I have been able to keep my sugar levels in control until now. I have talked about on diabetes. I have talked about diabetes. which is still is still a woman during birth. in my case, so it happened. У меня развился диабет во время беременности, и доктор мне сказал, что после беременности обычно он разрешается, да, как бы отступает, но в моем случае так не произошло, и что мне сказали, что я буду всю жизнь, да, зависима от препаратов диабетических. Ну, вы можете представить себе, что в 31 год быть зависимой от препаратов диабетических, ну, это не очень, не есть хорошо, скажем так, и мне удалось справиться с этим состоянием, лишь корректируя свой образ жизни и питание. Yeah, so one thing is, we should never mistake that medicines are never required. There is always a line. To some extent, with food and activity, you can control or reverse. But after a particular point, you may require medications. So I'm not telling that with food alone, we can always reverse back to normal. You should be able to differentiate, up to what point food can help, and from what point onwards you need medication. Я не хочу сейчас отрицать, в принципе, применение каких-либо медицинских препаратов. Вы просто должны сами понимать, в какой степени находится состояние вашего заболевания, да, то есть на какой, в какой момент времени можно справиться лишь одним, корректировкой питания и образа жизни, а когда уже могут понадобиться терапевтическая, да, поддержка. То есть не хочу вас убеждать в том, что только при помощи питания можно побороть тот или иной недуг. Вы должны сами балансировать и понимать вот этот уровень. What about the normal food? If in the same products, but from different manufacturers in the area of my residence, the content of useful vitamins and trace elements can vary greatly. What is the norm of recommended product should be guided by? You can just do a background check. Like I told, we are in the 21st century, so now we cannot expect, like, you know, even women, they are working women. It's not possible, like, how our mothers and grandmothers used to cook for us. So we have to change according to the generation. There is nothing wrong in taking products from the market. Just do a background check, see what the ingredients are. Now, because you are into health profession, you will have a basic idea about what is good and what is not. And then you do your own analysis, and then you can fix on the product. How do you think it is? How do you think it is? How do you think it is? What books on cooking do you consider the most optimal, like, for everyday recipes? You can use Kshema Kudukhalam. I had shown in my slide. So I think it is the third book from the left. So that book is actually good. It is very, very simple. It is something that we can do in our daily kitchens. Yes. Kshema Kudukhalam. Yes. It was the third one. Yes. How do you think it is the first book of Kshema Kudukhalam? Kshema Kudukhalam. What is Madia alcohols? Madia here, actually, it means the literal meaning is fermented drink. So it is not actually the ethanol content that is available in the market. In our textbooks, when they say Madia, it means something that has undergone fermentation. So if you see, we have medicinal preparations called Arishtas and Asavas. They are all fermented drinks, but they are used as medicines. They can be given for maintaining health. They can be given for diseased people. But in the context of intoxication, there are chapters where Acharya has explained in detail. So that has to indicate the alcohol itself. So there Acharya mentions that it is exactly similar to that of Visha and it has the potency to destroy your life and take away your prana. What does Madia alcohols mean? It is a word that is fermented drink. It is a word that is not sold on the market in the market, which is not sold on the market in the alcohol. It is a word that is not sold on the alcohol. Madia means that it is a word that is processed fermentation. Arishtas, Asavas are in Ayurvedic practice. Arishtas, Asavas are in Ayurvedic practice. Arishtas, Asavas are in Ayurvedic practice. Yes, it takes away the prana. All the listed products are there for cooking. Sorry, all the products for cooking are there from India? No, I think I have chosen recipes. Oh, you mean from the book? I think it is available. It may be available for you also. They are very simple ingredients. You know, like pepper and cumin and ginger. I think it's available everywhere. Yeah, and it has English translation also, so it will be in India. It will be easy for you to understand. There are the Sanskrit verses, and then there is an explanation in English, so you can understand when you read how to cook. And what ingredients, if they will be translated in Sanskrit, then there will always be English translation. It will be easier for you to understand. Regarding given topic and ongoing course, will you discuss or do you have any experience with transplanted people? You mean patients, transplantation patients? Yes, I think so, with the transplanted organs, etc. No, that is mostly we read and we participate in discussions and forums. To us, when patients come who need transplantation, we normally refer them to an expert because they don't have the time, you know, they can't waste time. So, the doctor suggests that a transplantation is required, it means that the diseases progress to that extent. So, that's why I told we should always know where you have to, you know, they need medical help, you need to connect them with an expert. So, there what you can do is just advise them, like what can be done. We can maybe participate later after the transplantation in their diet program, and then what medicines can be given. But when they reach a transplantation stage, I think it's an emergency, it has to be handled likewise. So, about the topic and the future, will you discuss or will you have a experience of working with people, who are waiting for transplantation? And so, the doctor says, no, we only talk about it, we only talk about it, we only visit different forums on this topic, but as soon as a patient comes to the clinic, естественно, мы его отправляем к экспертам в данной области, потому что для таких людей нельзя отсрочивать время, да, то есть нельзя тратить время. Таким людям важно понимать, да, когда человеку необходимо действительно медицинское серьезное вмешательство и вовремя его соединить с нужным экспертом. Уже после трансплантировки, да, такой человек, такой пациент может к нам обратиться за помощью, и мы уже можем его как-то скоординировать в нашей области. Окей, доктор Суджит, I think we, yeah, we've done a lot for today. Yeah, it was nice, I enjoyed. Yeah, me too. Thank you very much. I hope everybody enjoyed it. Thank you so much. I had a nice time. Всем большое спасибо за внимание, к сожалению, да, время нашего вебинара подошло к концу. Огромное всем большое спасибо, да, доктор Суджит, и говорит, она провела время с пользой, отлично. Thank you very much. And see you in our course. Bye. Bye-bye. Yeah, it's beautiful, I liked it. So we'll meet next week then? Exactly, yeah, next week. Namaste. Всем большое спасибо еще раз за внимание, и увидимся на нашем курсе. Субтитры сделал DimaTorzok Все это. Дианатор субтитры сделал DimaTorzok